Итак, окей, я прошу, ну чем стоя, поаплодировать, прекрасно, да, облигай, добро, здравствуйте, и я начинаю представление игроков, за этим словом играет игрок номер один, господин Абрам, игрок номер два, господин Аска, игрок номер три, госпожа Клира, игрок номер четыре, господин Детнер, игрок номер пять, госпожа Веселер, игрок номер шесть, господин Джокер, игрок номер семь, госпожа Айрил Клин, игрок номер восемь, господин Гроссен, игрок номер девять, госпожа Немо, игрок номер десять, господин Штен. Игорь засыпает. С этого момента правила и грибатия вступают в силу. За любые нарушения правила буду раздавать замечания. Прошу всех убрать руки и локти с игрового стола. Прошу всех низко опустить головы и положить руки себе на повязки. Прошу всех убрать голову со стола, с тем, как их держит, и положить руки себе на повязки. Трестую за колода. Трестую за колода. Трестую за колода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Спасибо, выбор сделан. Господа Айнстрим, перед вами четыре карты. Спасибо, выбор сделан. Господин Горде. Спасибо, выбор сделан. Господа Айнстрим, перед вами четыре карты. Выбор сделан. Господин Сэм, вот что осталось в город. Ваша карта. Спасибо, что я надеюсь. Продолжение следует. Итак, карты, розовы, розы, узлы. Всех ряд еще сильнее. Просыпаем за мафию. Заботиться с нами друг друга. Слово за тебя. И у вас тоже за тебя. Реал, стоп. Продолжение следует. БОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГ Мафия договорилась, мафия засыпает, мафия засыпает. Подаете знак, кто выиграет? Здравствуйте, Сарик. Подаете знак, кто выиграет? Здравствуйте, Сарик. Город, доброе утро. Утро оказалось доброе. Желаю всем хорошей и интересной игры. Победы соединяющей команды. Господин Абрам, ваша минута. Я вам хочу сказать, что я очень люблю выигрывать. Теперь не могу проигрывать. Но прошлую игру, в общем и целом, я не люблю такие победы. Они ничего не учат никого. И эта мафия должна была выигрывать. Потому что игроки и два красных игрока определились с другим. Вот я баллами за победу эту получил. Но я никакой не испытал. И здесь, в общем и целом, нет больших претензий к тем двум игрокам, которые сделали решение неправильное. Потому что по факту были основания. Но большая просьба к мирным игрокам анализировать. Смотрите какая вещь. Когда кто-то, красный игрок, например, делает какое-то действие, оно для вас непонятно. Вот зачем он это делает, если он был бы мафией? Вот каждый раз, когда вы будете задавать себе этот вопрос, если ему не выгодно, то это игрок красный. Или же, если кто-то делает анализ такой, который вы не понимаете по столу, вот он странный. А вы его не понимаете. Значит вы этого человека или больше информации? Иван Фре-мя. Спасибо вам. Господин Астон вашим нужен. Ну во-первых, это игрок номер один. Я был бы рад услышать конкретно. Например, это было бы понятнее. Я в принципе понимаю, что вы имеете в виду, но конкретно. Во-первых. Во-вторых, речь неплохая. В предыдущей игре замечательно. Но зачем в свою минуту? У нас до этого были целых 10 минут обсудить предыдущую игру. Мне не понравилась речь первого игрока. Я его считаю сереньким в тёмную. Вот. Мне не понравились по просыпанию игроки 4-5. Но это не о чем не говорит. Они поговорят, но сейчас очень красненько так поговорят. Мы резко с ними все начнем играть. Вот. Больше у меня особой информации нет. Вот мне просто интересно. Например, игрок номер семь. Как вам игрок номер один? Понравилась речь или не понравилась? 10 секунд. Есть вообще кто-то, кто со мной согласен? Насчёт того, что зря было это всё. Девяточка со мной согласна. И у вас время. Спасибо вам, госпожа. Ваша минута. Как я уже говорила, я в первый круг вообще никаких приводов не делаю. Сразу всех предупрежать. Цвета я не раздаю. Потому что я не люблю очень ошибаться. Мне понравилось, как поговорил игрок номер один. И игрок номер два, наверное, у него такая манера просто на всех наезжать. Как в первой игре. Он сразу в первом кругу начал обвинять. Это не так и это не так. И в этой то же самое. Поэтому для меня это пока не показать. Иду дальше слушать, смотреть. А остальные послушаю. Спасибо. Спасибо и вам. Господин Бэтмен. Ваша минута. Я хочу обратиться к игроку номер два. Вы сказали, что игрок номер один всю свою минуту поговорил о прошлой игре. А о чём вы больше говорите? На первом месте сидит, что он может больше сказать? Что? Я вас не понимаю. То, что они поговорили до этого? Ладно, не важно. Короче, у меня единица серый пока. Послушаем потом позицию. Так. Ну, единица всегда серый. Ну, если дам цвет, то больше в красный. Двойка, естественно, у меня более в чёрном. Поиграю пока один три. Я не говорю, что вы чёрный и вот тошно. Всё, по нолевому кругу у тебя. Серый ближе к чёрному. Аккуратно. Поиграю один три. Четыре. Спасибо. Спасибо, Иван. Госпожа Морседес, ваша минута. Добрый день. И как уже по традиции чемпионат для мира житель. Вот. Один, два, три пока что не вызывает подозрений лично у меня. И пока что я не считаю, что вы черните где-то. Не считаю, что игрока номер один была неуместной. Он вёл себя вполне расслабленно и очень озабочен предыдущей игрой. Что говорит о том, что он не строит сложных стратегий. Если бы он был в мафии, он бы больше был бы озадачен тем, как бы нас всех провести. Поэтому его эта меланхолия как раз вызывает у меня довольно-таки положительные эмоции. Игрок номер четыре. Что-то вот как-то на нём у меня как-то застряло мнение. Не могу сказать точно, но что-то мне в этом не очень понравилось. Возможно отсутствие каких-то логических обоснований. Десять секунд. Ну а пока что это всё. Спасибо. Спасибо, Иван. Господин Джокер, ваша минута. Доброе утро, город. Единичка для меня вышла по-серенькому. Потому что да, может быть очень большой опыт, но мы послушаем его потом, а не во время игры. Двойка. Вот с двойкой я поиграю. Четыре семь я не играю на данном кругу по просыпанию. Это моё личное мнение. Троечка не сказала ничего, поэтому я могу сказать серенько. Но ничего не сказано. Пять я послушаю на следующем кругу. И всё, как бы на этом шла пятёрка. Я сказал, что я послушаю на следующем кругу. Не могу ничего сказать сейчас. И всё. Я хочу пожелать победы мирному городу. И мы все стараемся для этого. Всё, спасибо. Спасибо, Иван. Госпожа Айрештюм, ваша минута. Четыре семь ты не играешь, я ещё слова не сказала. Вы. Вы, извините. Очень плохо. Один больше красный. Астрия читаю, но... Не знаю, думаю, у тебя сегодня будет печалька за этой игрой. Посмотрим дальше. Я даю двойку на проверку. Двойку на проверку. Кто у тебя шесть? У меня тоже получается так. Ну, сейчас посмотрим. Вместе с шестёркой, я думаю... Я думаю, что здесь две марфи. Больше как бы три-шесть у меня как бы ложится уже две марфи, которые выходят. За столом, те, кто поговорили до меня. Я склонна верить господин Горзен, что она красная. Вот. Ну, она ещё ни разу не была мафией, не знает, как она себя ведёт мафиозно. Пятёрочка. И у вас время. Спасибо вам. Господин Горзен, ваша минута. Окей, я начну сразу с начала себя. Чтоб меня не вынесли в первое голосование. Чёрная футболка, серая шапка, но карту я вытянул красную. Я красный игрок за этим столом. Мне из-за этого сразу намного легче играть. А теперь по поводу игроков, которые поговорили до меня. Мне, скажем так... Ну, спасибо Сэн Сэн. Я надеюсь, что... Спасибо, это острое замечание. Благодарю Сэн Сэя. Вот. Но хотел бы послушать это после игры, потому что правда интересно. Цвета никому не дам. Могу сказать только, что меня зацепила речь пятёрки. Для меня она была не очень убедительна. Не очень мне понравилось, что она начала топить четвёрку. Потому что, в принципе, не сильно отличались речи от два, три, четыре. Речь шесть. Фраза мы все... Мы все за этим столом стараются для этого. Да нет, не все. Мафи не старается. Десять секунд. Вот. Речь шестёрки мне тоже не очень понравилась. Остальные будут слушать. Первую группу никого не оставляю. Спасибо. Спасибо, Иванка. Госпожа Мэма. Ваша минута. Доброе утро, город. Я сейчас мирный житель. И я думала вот так. Я сейчас... Мафия ночью просыпавшаяся. Есть люди, которые меня немножко напрягаются со мной играть в параллельных командах. Так кто здесь напрягся? Напрягся с игроком номер один, игроком номер пять. Я объясняю. Игрок номер один на самом деле по барабану. Я понимаю. Но чем он напрягся? Как сделать так, чтобы это напряжение никто не увидел? Можно рассказать историю грустно, но тогда понятно, почему человек грустный. Поэтому игрушка мне не понравилась именно грустная речь на месте игрока номер один. Окей? Я объясняю. Не, может быть, вы красные. Я просто говорю, что свое мнение объясняю игроком номер два. Два. Вполне нормально. Сказала, что визитно не место. Нет, это место. Это нормально. Речь всё была отличная. Никаких претензий нет. Я просто объясняю, да, в своём мнении. Тройка ничего не погрел играет по-другому. Пятёрка играет по-другому. Четвёрка посмотрим. Восьмёрка играет по-другому. Мои красные – это восьмёрка. И мне очень нравится семёрка. Вот 8-7 поиграю. А 6 – поплыл. 5 – поплыл. 10 – не слышала. Вот моя команда присоединяйтесь смирно и будем выиграть. Спасибо. Спасибо и вам. Господин Сэм, ваша минута. Мне очень понравилась речь игрока номер 9. Особенно та часть по поводу грустного интердакшена, когда играет человек первым. Поэтому я понимаю, почему вы были анекдоты в начале. Ладно. Первый. Первые трёх действительно лекции. Очень хорошо. Ну, не знаю. Наверное, что-то я действительно уже заполнял паузу. Окей. Нет, это здорово. Двоечка осуждает. Тройка играет. Четвёрка просто всю свою речь посвятил Асте. И при этом играет с тройкой. Пять – не играю. Шесть – плохо. Семёрка – играю. Восемь – по ощущениям светло. Девять – светло. Спасибо. Спасибо и вам. Никто не увызнан. Город засыпает. Восемь – все пять. Прошёл всех игроков. Вбрать – свет 일яное, другое. Слова. Ницца – опустить головы. И положить руки на повязку. Мастер, выходят на пол. И проходят мимо игра. Номер 1. Номер 2. Номер 3. Номер 4. Номер 5. Номер 6. Номер 7. Номер 8. Номер 9. Номер 10. Матер сделает свое дело, матер выбирает. Просыпается дом игры ищет шерифа. У вас ровно 10 секунд. Дом получается возле, дом засыпает. Просыпается шериф игры ищет свадьбу. 10 секунд шерифа. Шериф, молчай, свадьбе. Шериф, свадьбе. Добрый утро город. Утро оказалось дом для всех, кроме игрока, номером 2. Господин Астер вас убили. Ваша прощательная минута у вас справа на лучших хор. Информации не так много, но 7, 8, 9, 10 играют вместе. 5, 6, плосо, особенно 6. Шестерку я надеюсь, что проверили черным. Если не проверили, если не будет скрываться детективы, то можно его сейчас вынести. Я считаю, что он очень плосо поговорил. Единица непонятна, тройка непонятна, четверки, шестерка. Ну так, сказал, что не играют, так что это несколько, кто снять четверку. Это если я прав, я могу вообще все ошибаться. Но с другой стороны, 7, 8, 9, 10, тут слишком длинный паровозик. Кто-то там замазан. Вопрос кто? Ну, видимо, не семерка. Я бы искал между 8, 9, 10, осторожно искал бы мафию. И начинал вот, то есть 6, 5. И на этот секунд, право на лучших хор. 6, 5, ну, допустим, 10. Спасибо. Благодарю аплодисменты, Игорь Камбур, госпожа. Госпожа Лера, Ваши шестерки. Ну да, двойка, шестерка, это было противостояние. Двойка у нас красная, значит, подозрение падает на шестерку. Шестерка ничего, не хотела говорить про пятерку. То есть я для него ничего не сказала, а пятерку мы просто потом послушаем, да? Ну, то есть я тоже, я выставляю номер 6. Сделать это корректно? Я выставляю игрока по номерам 6. Понимаю. Так, ну, пятерки я бы тоже присмотрелась больше, у меня никаких подозрений нет, честно говоря. Я буду слушать дальше и прислушиваться к мнениям игроков. Спасибо. Спасибо, Иван. Господин Бэтмен, Ваша минута. Ну, у меня двойка на нальвом круге был ближе к черную. Естественно, сейчас красный Эллинген шел сам стал на ритм. Можно, конечно, играть по завещанию двойки, выставить шестерку, плохо поговорил, все такое. Но у меня пятерка подозрительная, потому что там на меня и для всех она наплавала, и меня еще там что-то говорило. Я выставил позицию по игрокам 1, 2, 3, и типа я был, я мог сказать про себя, что я серый ближе к красному. А для вас я черный или серый? Ну, хорошо. Еще мне не понравился игрок номер 7. Объясню. Вы на своей речи сказали шерифу, проверьте игрока номер, вы послали игрока номер 2, а 2 отстрелился. Но это пока так. И у вас. Ну, я выставляю игрока номер 7. Время. Спасибо вам. Я припал в вашу контору, вы успели в последнюю секунду. Всем принято. Госпожа Морседес, Ваша минута. Вот я очень советую вам послушать игрока номер 7, даже если она мафия, потому что реально я на этом чемпионате еще ни разу не была мафией. И вот товарищ тоже со мной играл, и тоже может это подтвердить. Хоть как. Если вам не нравится то, что я чуть-чуть сбавила оборота, я могу опять начать наезжать, чтобы вам было уютно. Значит так. Четверка, я не считаю тебя пока что чем-то конкретным, потому что еще ничего такого конкретного ты не сделал. Десятка, мне очень не нравится то, что вы наехали на меня почему-то. Хотя я еще не успела ничего такого сказать. Девятка, почему-то тоже так скоропалительно записала меня в мафию или там в серые, я не знаю, даже какие-то против меня какие-то, то, что я плаваю, не плаваю. Считаю, что это все тоже не обоснованно. Десять секунд. Вот. Пока что у меня нет конкретного выставления, но мне очень подозрительны девять и десять, и семерку я подумаю. И у вас время. Спасибо вам, господин Джокер. Ваша минута. Доброе утро, город. Я шериф этого города, поэтому очень молодцы, что вы меня выставили. Это очень плохо. И четверочка поддержала это выставление своими словами. Семерка проверенный, красный игрок. Поэтому я выставляю... Значит, смотри. Семерка проверяет двойка, для семерки черный. Значит, он ушел. Если он уходит сейчас и выстреляет, он красный, а она черная. Она красная. Значит, выставляю игрока номер четыре. Четыре принято. Сейчас за вами. Я хочу посмотреть, кто еще у нас шериф этого города. Я очень-очень хочу послушать, кто будет дальше. И мы... Десять секунд. Спасибо. Спасибо, Иван. Госпожа Айриш, три минуты. Окей, выставляю игрока номер три на голосование. Три принято. Это раз. Я попросила проверить двойку. Я его обычно читаю. Он как бы мне не смотрел в глаза, а потом посмотрел. Он обычно, когда мне смотрит сразу в глаза, он всегда красный. Я не считала, что он черный. Это раз. Насчет шерифов. Да, шестерка мне промайковала, что я красная проверка, но я видела еще один маяк другого шерифа. Я хочу, чтобы... Я хочу, чтобы поговорили сейчас еще игроки. И если сейчас скроется второй шериф, мы будем думать, кто из них шериф. Что? Ты шериф? Ты шериф? И кто у тебя проверка? Два. У тебя красный? У тебя красный игрок двойка. И ты проверил его? Окей. Четверка у нас выставлена? И шестерка выставлена, да? И он шериф. Десять секунд. Вот. Я видела маяк единички, он тоже шериф. Он промайковал восьмерки, что у него тоже проверка нормальная красная. И у вас два шерифа. Спасибо вам, господин Горзен, ваша минута. У нас три шерифа за столом, это просто какая-то гавань бояков. Я... Так, ведущий, можете огласить, кто выставлен? Да, игроки шесть, семь, четыре, три. Шесть, семь, четыре, три. А почему игроку не в пятницу не выставлен? Давайте. Да? Выставить одного первого. Чтоб были выставлены все детективы. Ой. Как думаешь, выставить первого, чтобы были выставлены все детективы? Ты так думаешь? Выставить первого? Кто считает, что нужно выставить первого? Давайте так, раз, два. Я выставляю игрока номер пять. Пять принято. И я посмотрю дальше, против кого голосовать, потому что шестерку я, на самом деле, пока не считаю детективом. Четверку тем более, а пятерку я просто считаю мафией еще предыдущим кругом. Поэтому тоже. Есть эти типа? Потому что статистика, это полная... Твоя теория противоречит статистике. Это полная ерунда. И у вас время. Спасибо. Спасибо и вам. Госпожа мема ваша группа. Игрок номер восемь. Вот если вы мирный житель, вы не можете говорить, может быть потенциального шерифа, ваша теория полная ерунда. Я объясняю, почему. Я поняла сразу, что четверка шериф может быть. А потому что он говорит, госпожа номер семь, который вообще не помнит того, чем где делали. Госпожа номер семь, вы просите проверить двойку. Ну какая фигня, я проверил двойку, нашел ее красно. Зачем вы просите? Поэту семерку я уже не играю. Потенциально может быть черный игрок. Правильно? Вы потенциально у меня красный игрок. Четерочка может быть шерифом. Шестерочка, ну тоже может быть шерифом. Знаете, что даже единичка может быть шерифом. Все могут быть. Давайте их оставим в покое. Хорошо? Пусть единичка или прикрывает, или с вами черным играет. что хочет, мы разберемся. Вы знаете, что я с вами играла? Я с вами в прошлой команде играла. Вот я с мальчики отказываюсь. Потому что вы против четверки идете. Понимаете, потенциально. А с четверки может быть и так, и так. В общем, ребят, смотрите, остальные игрока номер десять. Десять принято. Все, что я сказала, очень понравилось. Он, когда был мирным, идет со мной, чтобы поиграл. А тут он сразу поиграл. Я так весел. И вас время. Спасибо вам. Если вы получили устное замечание за шевеление губами слэш шопок, пожалуйста, этого больше не делайте. Да, устное замечание, вы получили, больше так не делайте, значит это будет писанное замечание, господин Семенов. Так. Я буду сконструктивно по столу. Как говорит обычно, у нас аста любопытно. У нас есть, если придерживаться теории о том, что четверка шериф, тогда семерка мафия, девятка играет в коалиции с четверкой. Предположим, шестерка шериф, тогда семерка светлая. Кто еще? Пять. Вот на счетах восьми, скажи, пожалуйста. Пятерку будешь смотреть? Хорошо. Мне пятерка эмоционально очень не нравится всю игру. Всю игру мне не нравится. Это не было никакого объяснения, извините, я ничего не услышал. То есть начинать разговор с того, что мне весь чемпионат не приходит. Какая-то капла, абсолютно ничем. Ну честно, извините. Окей, я честно, я у меня сейчас просто... Десять секунд. Плывут все эти схемы... Честно, это просто замечание. Извините. Все выстроены, спасибо. Спасибо вам. Господин Абрамин, это ваш. Давайте поговорим в игрок номер 6. Вы откатываете от чарифца будете? Я спросил, вы будете откатываете от чарифца? Вы точно будете? Вы точно шериф, да? Вставляю игрока номер 6. В игрок номер 4 не шериф. У меня есть два черных игрока. Это 4-6. У меня проверка 8 красная. Считаю семерку красным игроком. Девятка не играет семеркой. Меня это не устраивает. Девятку очень сильно подозреваю. Имея основание считать черную команду 4-6-9. Не буду голосовать. Такой игрок трех шерифов. Ну, условно. Обычно голосует шериф. Ну, так правильно играть. Шерифы должны уходить по очереди. Вот поэтому сейчас должен идти игрок номер 6. Понятно? Я всем говорю. Всем понятно? Сейчас должен идти игрок номер 6. Голосуется просто шерифу очередь. Следующим после него уйду я. И игрок номер 4. Тому, кому вы будете больше доверять. Понятно? По факту. Я игрок номер 9. У вас 8 красный игрок. У вас 8 красный игрок. Ну, давайте мы доверимся игрок номер 8. Кому мы будем стрелять игрок номер 8? Выберите. 6 игрок. Ну, вот видите. Восьмого все подсчитают. Вот он выбрал 6 игрок. Пусть он будет 6 игрок. Как-то так. И у вас время. Спасибо вам. Дамы и господа. Мы приходим в голосование. Прошу всех убрать руки и локти с игрового стола. Прошу всех убрать руки и локти с игрового стола. Высланы игроки. 6, 7, 4, 3, 5, 10. Еще раз порядок. 6, 7, 4, 3, 5, 10. И господин Джокер. Я прошу вас ничего не показывать, значит это будет фолл. Скажем ему то же самое. Внимание. Кто голосует против игрока номер 6? Прошу голосовать. Спасибо. Подождите. Держите руки. А что бы с ним устроить? Чего 6 не голосовать? Спасибо. Эээ, господин Амбам. Это первый фолл. Мы продолжаем голосование. Кто голосует против игрока номер 7? Прошу голосовать. Спасибо. Один голос. Кто голосует против игрока номер 4? Прошу голосовать. Спасибо. Один голос. Эээ, таким образом. Покидает стол игрок номер 6. Так как проголосовали 6 игроков. Эээ, это... Против, ну... Четыре голоса из шести. В общем, вы уходите. Господин Джокер. Ваша минута. Почему? 4 на 4? Госпожа Мэма. Это... Мэма. Два фола вы получаете. Первый и второй фолл. Господин Сэм у вас первый фолл. Господин Джокер. Ваша последняя минута. Аста вы молчите. Ну стол. Вы сделали очень плохой выбор. Эээ... Один. Четыре. Черные. И четверка, и единица. Четверка. Почему ты не проголосовал в меня? Потому что надо же себя как-нибудь окраснить. Плохо. Он играет. Ты, конечно, возмущен. Твоя же мафия не голосует в меня. Секунду. Я поговорю. Потом на своем кругу поговоришь. Ты черный. И ты черный. С ними. Красная проверка. Вариант. Но я склоняюсь, что скорее всего вот здесь вот сидит еще одна мафия. Я говорю, что играть только с семеркой. Семерка проверенный красный игрок. Я шериф этого города. Поэтому... Удачи. Спасибо. Спасибо. Поразовался в аплодисментах. Возьмите ключ. Умэйм. Быстро, пожалуйста. Я прошу. Никому сейчас ничего не говорить. Не показывать эмоции. Игорь засыпает. Ну что, всех без председания. Один в порядке. Всех будут руки на повязке и опускать вниз в голову. Мафия заходит на фокус. И проходит. Минный игрока. Номер один. Игорь. Номер два. Номер три. Номер четыре. Номер пять. Номер шесть. Номер семь. Номер восемь. Номер девять. Номер десять. Мафия сделал основное дело. Мафия удаляется. Просыпается дом игры. Ищите лифы. У вас ровно десять секунд. Дом получается в ответ. Саприт. Игорь засыпает. Восыпается шериф игры. Ищите маицу. Дените секунд шерифа. Шериф засыпает. Добрый утро город. Утро казалось добрым для всех, кроме игрока под номером восемь. Господин Карзен вас убери вас прощай на минуту. Считай, что? Четверка. Четно. Что? Хочешь, чтобы я дубик хилл, скажу, вы все не понимаете? Окей. Четыре. Четыре семь. Для меня черная команда. Шестерка тоже шел по-черному. Потому что ты с ней жестикулируешь, даже когда тебе говорят, что уже не жестикулировали перед тем, как мы засыпаем. Для меня это одна команда. Четыре семь. Я, может быть, жестового не понимаю, что ты хочешь сказать, что ты детектив? А, ты не детектив уже. Десять секунд. Короче, четыре семь должны выноситься игроками, либо проверяться ночью. Всё, спасибо. Спасибо вам! Пороже аплодисменты, игрока 8! Господин Бекмад, ваша мила! Вот, я красный игрок. Я хотел прикрыть шерифа настоящего, игрока номер один. И его... Отстреливается игрок номер восемь. Вы провели игрока номер восемь?! До этого, до этого вы провели игрока номер восемь. Красная проверка. Отстреливается... Нашейш호� Прик, спасибо! Ой! Устан, замечание. Можете продолжать говорить, если не закончу свою речь. Для меня у вас 10-е красное. Значит, мафия 6-7. И 5-3. Мафия 5-3-9. 9 с нами в команде. 9. 9. Кто вас пришел? Это не пол. 10 секунд. Это третий пол. Вы спрашиваете свою речь на этом году. 5 секунд. Спасибо, Иван. Мы справа расследуем с вашим? Десятка. Я верю, что ты красный. Пожалуйста, не делай ошибку, которая была у нас в прошлой игре. У меня очень, честно говоря, упадок сил. Девятка мне очень не нравится своей тем, что она как-то... Как-то она не так играет и не то говорит. И слишком как-то активно. И все не впечатляет. Я верю, что игрок номер один настоящий шериф. И я считаю, что восьмерка как-то очень подозрительно ушла. Да, но он меня выставил. Он сначала говорил, те-те-те мне не нравятся, но я выставляю пятерку. Про меня он вообще ничего не говорил. Вдруг пятерка ему приспичила меня выставить. Не знаю. Странно. Может, я ошибаюсь. Может, это случайно. Может, это человеческий фактор, но мне это не очень понравилось. Ну, как бы... 10 секунд. Не могу сказать. Я выставляю игрока номер 9 на голосование. 9 принято. И у вас время. Спасибо вам. Госпожа Айлешкин в вашем роде. Она сможет выставить девятку? Нет? Даже выставить не смогу? Окей. Я прошу выставить пятерку, потому что девятка на нее вообще не гонит. И она выставляет девятку зачем? Она на тебя не гонит. Она сказала, что мафия это один, четыре и десять. Она это сидит уже показывает пять минут. Жестственно зачитать. Вставляю игрока номер один. Ты же хотел, чтобы все шерифы уходили, правильно? Шестерка ушла. Сейчас твоя очередь. С четверкой мы разберемся. Он сказал на тебя не по шерифу. Ты уйдешь по-любому. Не было зачем на себя брать шерифа. Для меня ушел настоящий шериф. Это игрок номер шесть. У него красная проверка. Для меня это нормально. Сейчас уходит единичка за ней. С четверкой мы с ним разберемся. Четверка, извините. С четверкой разберемся. Ты же сказал, что у тебя двойка был красный, а у тебя черный. Десять секунд. Десятки я не знаю, наверное, черный. Посмотрим. С мемой я играю, пока он дальше будет. Тут уже как бы шерифа для меня не было. И вас время. Спасибо. Жена пропускает свое слово на этом кругу. Господин Сэмин, ну пожалуйста. Я очень быстро игроку номер пять. Я еще раз говорю. Эмоционально просто вначале плохо разговариваете. Плохо разговариваете. Не надо обвинять восьминку. Восьмерка ушла хорошим следователем игроком. Я выставляю игрока номер семь. Семь принято. Я вижу коалицию, которая была. Это 7-6 и, возможно, 4, а может быть, 9. Спасибо. Спасибо и вам, господин Абрамин, это ваша. Кто вы из-под этого? Один ведущий. Игроки, 9, 1, 7. 9, 7, 7, 7. Значит так, я на эту группу пятерку выставлять не буду. Голосоваться пятерка не будет. Вот, читаю пятерку игрокам красным. Вот, сейчас входит игрок номер 7. Это я на тот круг говорил, что уходят три шерифа. Мне же надо было, чтобы я остался точным. А вы сейчас игроки 9, 7, любят в игрока номер 5. Я считаю, что черная команда, игроки 6, 7, 9, тройку нет. Тройку голосовать тоже пока не будут. Потому что, считаю красным игрок номер 3 внимательно послушать. Для того, чтобы игра продолжилась, мне нужно еще одна проверка. Одна. Игра будет выиграна. Сейчас входит игрок номер 7. Вы голосуете в игрока номер 7 вместе со мной, где делаю проверку. Я убеждаю, что пятерка красный игрок, игрок не будет. Это 6, 2, 4, 4. Игрок номер 3. Минута ваша. Госпожа Лера. Все очень печально. Я не доверяю ни игроку номер 7, ни игроку номер 9. Игроку номер 1 я доверяю. Игроку номер 4 не доверяю. Игроку номер 5 доверяю. С кем играть? Если я доверяю игроку номер 1, значит я играю с игроком номер 10, потому что это красная проверка. И я играю с игроком номер 5, которому я доверяю. Мима, спокойнее, пожалуйста. Суступает игрок номер 3. Никто ничего не показывает. Я могу ошибаться, я могу олинить. Все возможно. Я бы выносила четверку, но я играю с городом. Значит сейчас что, семерку? Хорошо. Значит все носим семерку. Спасибо. Спасибо и вам. Дамы и господа, мы переходим к голосованию. Сейчас за любую жестикуляцию я буду ставить замечания. Выставлены игроки. 9, 1 и 7. Еще раз в порядок. 9, 1 и 7. Внимание. Кто голосует против игрока номер 9? Прошу голосовать. Спасибо. 0 голосу. Кто голосует против игрока номер 1? Голосовая. Спасибо. 2 голоса. Я объявляю победу Майфи. У вас 3 в 3. Вы что слепые? Вы две слепые. У вас 3 в 3. Я показываю. 3 в 3. Он говорит. Все комиссары уходят. Че он сидит? Да. Нафига сказал? Все комиссары уходят. Он 8. Думайте, проверял по 8. Он проверял на шерифство. Это понятно было. Я вам клянусь. 3 в 3 показываю. 3 в 3 показываю. Думать надо. Тихо, тихо, тихо. Думать. 3 в 3 показываю. 3 в 3. Все нормально. Все хорошо. Не нормально. 3 в 3 показываю. Нельзя оставлять. Я не уверен. У него не будет. У него что-то что-то есть. Так нельзя. 3 в 3. 3 в 3 было. Что ошиблась? Нельзя ошибаться. Нельзя. 3 в 3. Реши. С кем я была черная? С кем она была черная? С кем она была черная? С кем? Она была красная для всех. Семерка, девято. Семерка, девято. Я тебе показываю три четыре. С кем я была черная? Я тебе показываю! Один по 4. С кем яifie. Один по 4. В告诉 all my деньги. Я неmaniaушевra. sixcode. Я на тебя наезжала на первом дугу, я на тебя на втором дугу не наехала, я не наехала на это вот, тебе девятка на тебя не наезжает, конечно, он сказал, что я красная проверка, он на меня наехал, я на меня наехал, я очень расстраиваюсь, что есть баланс, я просто на меня наехала. Верон, я один, что сказал? Убивай всех пилипанок, я сказал, кого мы сейчас стреляем, а что он стреляет? Девечка, я делала четверку, дайди, значит, что мне делать? Девечка, я делала четверку, я катар была, четверку, десять, вот этого я не чувствовала, четверку, десят, баланс, баланс, не важно на такой повод, баланс, 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 ну забрала как восемь, дурак, все за колени. Девечка, я готова была четверку, я подняла, надо было, надо, я не могу сговорить, ты не доверяешься. Я согласна, я согласна, я согласна, я не могу сговорить, черт, баланс. Она сидит, она тебя вообще не обвиняет, а ты ее достанешь, она тебе слезла, она тебя слезла, она тебя слезла, я это очняю. Один, четыре, десять, показывай, показывай, дети, сановители как поиграл, жестко, он не так в жизни так не играл. Так он со мной меня тоже наезжал, и прошлую игру он на меня наезжал. В этом проблема, мы с вами никогда не играли. Мы еще не тихо, с ними играли, надо чувствовать, это не любовь, это баланс. Я на тебя наехала, на меня работали, семейная сфера, на меня баланс. Пожалуйста, не тихо. Нет, ты на меня время наезжала, поэтому ты у меня вовремя серая. Я просто вся, тебя я не могла понять. У меня уже весь ужас, это игрока номер восемь тогда с прошлой игры, и вот сейчас вот это вот, и того, что произошло, мы вместе в два. Так все очень быстро. Это произошло, все очень быстро. Мы просто выиграли, вот тебе баланс, одну выиграли, одну проиграли. Хорошо, это нельзя так делать, я не могу, это просто было три в три, нельзя вставлять, три в три вообще не годит, это критика. А как надо было делать, надо было уходить в первую очередь? Он сказал, все шерипы уходят, значит все шерипы уходят, все, баланс, баланс, все шерипы уходят. Вообще, при чем ты, я красная профессия, как можно у меня голосовать? Ребята, наша следующая игра будет уже не здесь, ну скорее всего, там будет опять перестасовка, и опять будет, ну, короче, лотерея, кто мне играет. Когда я спускался, там, я и Минф, и Наташа, они там, короче, решают, там где играют. Принимают. Абрам, мне понравилось. Это был оригинальный третий ритм. И главное, что два кромпки слезать, посмотрите. Я не понимаю, что кромпки даже не в трюмах. Кто же скрылся, это мне не стало. Это был оригинальный третий ритм, вот, и так далее.